Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, видно, всем хорошо. Да, судя по всему, у нас со связью все в порядке. Предлагаю начать. Если кто-то опоздал, думаю, присоединиться в процессе, если кому-то будет еще интересно. Сегодня я расскажу вам про систему электронного документа оборота ЭДО и ТППБ и о том, как можно внедрить систему ЭДО в компанию заказчика и чем она ему может быть полезна. Не видно, не слышно. Алексей, попробуйте перезапустить. Тайминг нашего вебинара, как и заявлял, 101 час. Примерно 40 минут я вам расскажу про систему и актуальные вопросы. И далее уже отвечу на ваши вопросы, которые вы можете задавать по ходу нашего вебинара. Программа вебинара следующая. Это актуальные изменения в законодательстве в пользу внедрения электронного документа оборота, как подготовить пакет документов для передачи в контролирующего органы либо суды, в каком виде это делается, выгоды для компании и руководителя при переходе на электронный документ оборот, и о том, какой кейс у нас сейчас реализован для заказчиков компании группы Газпром по электронному документу оборота. Начать хотел бы немножко с рассказа о самой системе, какими функциями она обладает и что вообще в целом из себя представляет. Сама система ЭДО и ТПДП, судя из-за ее названия, позволяет организовать юридически значимый электронный документ оборот между контрагентами, компаниями, которые между собой каким-то образом сотрудничают. В нашем случае по теме вебинара это между заказчиком и поставщиком. Что же сама система позволяет? Это создание документов из шаблонов, импорт документов уже заранее подготовленных в какой-то вашей системе, импорт документов из внутренних систем при помощи интеграции, возможность круглосуточно передавать документы, то есть вне зависимости от работы, как на бумаге курьерской службы, либо почтовой службы. В рамках ЭДО вы можете отправлять документы в любое время, в любом месте, ничем не ограничиваясь. Она также защищает документы от фальсификации благодаря квалифицированной электронной подписи. И есть возможности по работе с документами, в том числе и группировка документов, связанных с одной хозяйственной операцией, например. То есть если вы заключаете договор с поставщиком, то в рамках этого договора вы можете документы между собой группировать в единые пакеты и тем самым видеть все документы касаемо одного договора в одном месте. Сама система из себя представляет веб-интерфейс, веб-решение, к которому можно подключиться с любого компьютера, на котором есть выпуск интернет. То есть требования для системы абсолютно минимальны, особо дополнительного программного обеспечения не требуют. Единственное, что будет необходимо установить дополнительно, это плагин, который позволит подписывать документы электронной подписи. В системе есть раздел документов, который непосредственно создан для работы с отправкой документов, либо с приемом входящей корреспонденции документов. Можно передавать как формализованные документы. Под формализованными, я понимаю, документы, по которым предусмотрен формат Федеральной налоговой службы. Это УПД, счета фактуры, акты накладные и так далее. И неформализованные документы. Это абсолютно любого рода, типа и формата документы, в том числе какие-то картинки, чертежи, схемы, планы и так далее. Договора, например, также относятся к неформализованным документам, так как утвержденного формата к ним ничего нет. Хотя в перспективе, я думаю, и он появится. А как я уже говорил, есть возможность импорта документов из любого источника, будь то ваша информационная система внутренняя, которой вы сейчас уже пользуетесь, например, 1С, либо САП, либо с какого-то носителя, либо с компьютера, с рабочего диска, с рабочего стола, с флешки, неважно откуда, можно загрузить и отправить документ в систему. Для формализованных документов присутствует форматно-логический контроль, что позволяет следить за актуальностью документа. То есть если вы пытаетесь отправить формализованный документ, для которого предусмотрен формат, и форма его у вас, например, устаревшая, то есть мы не успели обновить систему, например, внутреннюю свою, то ЭДО вас предупредит о том, что у вас формат устаревший и не даст отправить некорректный документ. Функция группировки в пакеты. Это то, о чем я говорил. При загрузке документов можно связывать эти документы, а также в процессе исполнения по конкретным документам можно также добавлять документы в текущий пакет. Интерфейс системы достаточно прост, как я уже сказал. Во-первых, это веб-решение, к которому вы можете подключиться с любого рабочего места, с любого компьютера, и в том числе даже с любых гаджетов, если вы не планируете осуществлять подписание документов, если просто хотите с ними ознакомливаться, отслеживать их статусы и так далее, можете с любого гаджета. Для удобства работы интерфейс разделен на три рабочие области. Это область активных действий, область поиска и фильтрации, благодаря которой вы сможете настроить видимость только нужных вам документов. По контрагенту, по названию, по типу документов, по периоду, за который они вам пришли, либо вы отправили. Ну и непосредственно сам список документов, где можно уже с ним работать, распечатывать, выгружать, сохранять, подписывать, согласовывать и так далее. Дополнительно есть внутренние функции по согласованию документов прямо в самой системе. То есть если у вас нет такой системы внутреннего сэда, либо вам нужно оперативно согласовать документ, вы можете это сделать непосредственно в самой системе IDO. Это касается входящих документов. То есть вы входящий документ перед подписанием можете также согласовать. так и исходящих документов. Вы можете загрузить сюда подготовленный документ и назначить путь согласования до подписания со всеми необходимыми вам коллегами. Как я говорил в самом начале, самой основной функцией электронного документа оборота является придание юридической значимости всем документам, прошедшим через нее. Осуществляется это благодаря применению квалифицированной электронной подписи, усиленной квалифицированной электронной подписью, которая выпускается в соответствии с 63-м федеральным законом. И в соответствии с ним же документ, подписанный такой подписью, признается равнозначным документом на бумажном носителе. И если говорить уже о договорах, то в Гражданском кодексе также указано о том, что договор может быть заключен в том числе и в электронном виде, если можно однозначно установить, что он был направлен стороной по договору. Это как раз тоже осуществляется благодаря функциям оператора и применению квалифицированной электронной подписи, которая позволяет однозначно установить того, кто этот документ подписал, тем самым определить сторону по договору. Также есть ряд приказов и нормативно-правовых актов от Федеральной налоговой службы, которая утверждает форматы электронных документов, утверждает порядок их передачи, что касаемо УПД и счет фактур. Закон о бухгалтерском учете налоговый кодекс также предусматривает возможность передачи электронных документов. Я, наверное, забыл уточнить, что система позволяет передавать все типы документов абсолютно. И что самое важное, ну, одно из важных, один из важных моментов – это применение именно усиленной квалифицированной подписи, что освобождает вас от заключения дополнительных соглашений с вашими контрагентами об использовании системы электронного документа оборота. То есть вы можете подписывать и простой электронной подписью, и любым другим видом, но в этом случае необходимо заключать дополнительное соглашение с контрагентом о том, что вы признаете все документы, подписанные такими подписями, юридически значимыми. А здесь этого делать не нужно, так как применяется усиленная квалифицированная электронная подпись. В этом году и в следующем, наверное, будет достаточно, думаю, будет принято достаточно много нововведений, законодательства по самим электронным документам оборота. Связано это и с программой цифровой экономики, и в целом уже давно движется в направлении цифровизации всех процессов нашего государства. Государство является, наверное, сейчас самым главным драйвером электронного документа оборота, то есть с них это все началось, с федеральной налоговой службы в особенности, когда предусмотрели сдачу отчетности в электронном виде, далее начали устанавливать форматы передачи документов и так далее. Что касается законодательства в сфере закупок, то сейчас, что вышло в постановлении правительства, точнее, это пока еще проект, оно не вступило в силу, не утверждено о внесении изменений в пункт правил функционирования ЕИС, где будут определены форматы электронных документов, которые должны подгружаться в ЕИС по факту исполнения государственных контрактов, которые там, собственно, и публикуются. Будут утверждены формы этих документов, и будут они туда подгружаться в формате XML. Соответственно, появляется возможность, точнее, еще одна возможность, еще одно подтверждение тому, что можно документами обмениться в электронном виде, и они также будут применены в ЕИС, могут быть применены в ЕИС. Следующий закон – это об изменении гражданского кодекса еще одном. И говорится о том, что россияне могут подписывать договора в электронной форме, а также голосовать в электронной форме. То есть это еще один шаг к тому, что все процессы, в том числе и государственные, будут переводиться именно в электронный вид. Есть также законопроект о внесении изменений в 63-й федеральный закон и дополнительные нормативные акты, где будет узаконена, скажем так, облачная электронная подпись, что позволит очень сильно расширить возможности по применению электронного документа оборота и использовать свою электронную подпись с любого устройства, в любой системе, находясь где угодно. То есть если сейчас вы привязаны к рабочему месту, где у вас установлена эта электронная подпись на ключе, то с внедрением облачной электронной подписи вы не будете привязаны абсолютно никак к своему рабочему месту. Подпись будет храниться в надежном хранилище удостоверяющего центра, и вы там сможете ей воспользоваться, находясь в любом месте, с любого устройства. Также будут вноситься изменения в законодательные акты и законы об архивном деле, куда уже в ближайшее время будут внесены понятия об электронном документе, об электронной копии документа, об электронных архивах, о порядке их ведения и работы с ними, о сроках хранения таких документов, и в том числе именно вводятся понятия как метаданные электронного документа. То есть это будет означать, что документ можно будет хранить непосредственно в электронном виде, а не его электронную копию. Ну и еще один такой, наверное, большой шаг в область применения электронного документа оборота это изменение в трудовое законодательство, в трудовой кодекс РФ, который будет позволять вести кадровую работу, так скажем, с сотрудниками в электронном виде, можно будет заключать договора в электронном виде. Сейчас уже ведется эксперимент по электронным трудовым книжкам. Вот, соответственно, что хотелось сказать этим, о том, что государство большими шагами движется в сторону электронного документа оборота, бизнес, естественно, тоже, так как ему это интересно, это сильно упрощает задачи. Поэтому скоро, я так думаю, что электронный документ оборот будет повсеместно и применяться во всех областях. В том числе, например, в маркировке продукции, если ваше предприятие производит продукцию, сейчас все больше расширяется перечень обязательной маркировки продукции, и она также подразумевает использование электронного документа оборота. Перейдем к следующему вопросу. Это подготовка документов для передачи в какие-то контролирующие органы либо в суды, и как с этим работать, как это делать. Один из частых вопросов, который мне задают, когда общаюсь с коллегами про электронный документ оборот, а как работать с этими документами, что делать, если кто-то попросит их предоставить, подтвердить и так далее. Если речь идет о бухгалтерских документах, то они должны предоставляться, во-первых, в федеральную налоговую службу строго в том формате, который они предусмотрели, то есть если счет фактуры передали в неустановленном формате, то, естественно, она ее не примет, но система, как я и говорил, позволяет и заполнить этот документ в требуемом формате, и загрузить из внешней системы подготовленный документ, и более того, проверить соответствие этому формату. То есть если вдруг вас налоговая попросит предоставить счет фактуру, а вы передали ее в электронном виде через систему ИДО, вы можете быть уверенным, что она в корректном формате, и налоговая ее примет к рассмотрению. Что касается договорных документов либо каких-то других, также предусмотрено арбитражными судами, есть постановление Верховного суда о формате передачи документов к рассмотрению. Это осуществляется именно в электронном виде при помощи и с открепленной электронной подписью. Как раз в таком формате документы и подписываются внутри системы, и выгрузив непосредственно документы из системы, можно вот этот архив полностью передавать в тот же арбитражный суд, например, для рассмотрения какого-либо дела. Прошу прощения. Также все инстанции уже принимают электронные документы, с этим проблем никаких нет. Единственное, что иногда бывает, просят передать не в электронном виде, а распечатанный документ с пометкой «Копия верна». Но, тем не менее, документы электронные к рассмотрению всегда принимаются. В системе реализован функционал выгрузки, вот здесь на скриншоте представлен. Вы можете выбрать нужный вам документ, нажать кнопку «Выгрузить» и получить на ваше рабочее место уже готовый архив, содержащий в себе сам оригинал документа и все необходимые электронные подписи к нему. Если это потребуется, можно также проверить валидность электронной подписи. Это можно сделать, например, на портале Госуслуг и сформировать некий отчет и также передать его в контролирующий орган о том, что действительно именно этот документ, действительно именно этой электронной подписи был подписан. Требования к электронной подписи, как я уже говорил, это только усиленная полифицированная электронная подпись. Мы, как оператор электронного документа оборота, обеспечиваем проверку этих электронных подписей при регистрации в системе, при осуществлении юридически значимых действий с этими подписями. Соответственно, если ваша подпись или вашего контрагента истекла, либо она попала в список отозванных сертификатов, либо была скомпрометирована, мы не дадим контрагенту подписать документ, прошу прощения, невалидной электронной подписью. Тем самым вы всегда можете быть уверены, что вам пришел документ с актуальной электронной подписью, что он имеет полную юридическую силу. Мы, как оператор электронного документа оборота, это вам гарантируем и обязаны за этим следить. Для работы с электронной подписью в системе используются исключительно сертифицированные в ФСБ средства криптографической защиты информации, это CryptoPro и VipNet. Благодаря этим программам как раз формируется электронная подпись и осуществляется подписание документов. Ну и, естественно, должны быть использованы только действующие квалифицированные, могут быть использованы действующие квалифицированные сертификаты, выданные кредитованными удостоверяющими центрами и в инком связи. Мы в рамках комплексности услуг также можем предоставить вам квалифицированную электронную подпись. У нас для этого есть свой удостоверяющий центр, это PPPB Consulting, где вы можете оперативно, быстро оформить электронную подпись для работы как в электронном документобороте, так и для каких-то своих... для каких-то нужд компаний, для работы на порталах, на площадках торговых и так далее. То есть, если интересно, то контакты можно увидеть на слайде. Если говорить о преимуществах перехода на E-DOT, то это, естественно, ускорение обмена документами с контрагентами, так как вы не ждете, пока курьерская служба доставит от вас или к вам. Это упрощение процедуры контроля за статусом документов, так как все происходит в режиме онлайн, и любое действие, совершенное с документом, будь то подписание документа, либо отказ в принятии документа по каким-то причинам, если не устраивают формулировки, например, в договоре, или документы оформлены некорректно, вы все это видите в режиме онлайн, как только с документом происходит какое-то действие. Удобная работа с архивными документами, то есть все документы хранятся в электронном архиве, где вы можете их найти по любому удобному для вас реквизиту, по названию документа, по контрагенту, приславшему вам этот документ, по дате, по типу документа и так далее. Возможность фильтрации достаточно широкая, вы можете использовать любую удобную вам, что, к сожалению, наверное, очень сложно на реализуемом в бумажном документообороте, когда у вас огромные архивы, вы в него приходите и начинаете искать нужный вам документ. Использование электронного документа оборота повышает прозрачность и скорость ваших взаимоотношений с контрагентами, как я уже говорил. Вы всегда в режиме онлайн видите, что происходит с тем или иным документом, всегда можете закрыть сделку, принять товар или услугу, оказанную вам оперативно и либо быстрее завершить финансовые отношения, либо быстрее получить оплату от вашего контрагента за счет быстроты передачи документов. Ну, естественно, это высвобождение внутренних ресурсов внутри вашей компании, аутрутинной работы, то есть вы всегда можете более оперативно, более эффективно настроить работу ваших коллег по работе именно с документами, благодаря тому, что это все в электронном виде, в том числе автоматизируется за счет интеграции с вашими внутренними учетными системами. Хотелось бы еще пару слов сказать о подключении к системе. Подключение и начало использования системы, она достаточно простоя, для этого вам нужно всего лишь иметь квалифицированную электронную подпись, которая сейчас, кстати, есть в каждой компании, как минимум, потому что в налоговую службу сдаются отчеты, ну, и, как правило, скорее всего, это подпись выпущена на руководителя компании, которая имеет полномочия и права подписывать любые виды и типы документов. соответственно, зарегистрироваться на сайте электронного документа оборота, сама регистрация, она ничего не сложнее, чем регистрация в любой социальной сети, вам нужно просто придумать логины и пароли и подключиться к системе и установить дополнительные плагины, о которых я говорил, он распространяется бесплатно, за него плата никакая не взимается, его установить и система готова к работе. То есть, если вы захотите перейти на Edo, вы, грубо говоря, в несколько дней можете организовать начало работы в системе. Ну, понятно, если не говорить об интеграции с вашими учетными системами. Скажем так, работа из коробки. Сразу отвечу на два вопроса. Для каких документов есть визуальные формы на площадке Edo? Что делать, если нужна новая визуальная форма? Для всех формализованных документов в Bougalters есть предусмотрена визуальная форма, предусмотрена визуальная форма для абсолютно любых документов в формате PDF и картинок в формате JPEG. JPEG, PNG и все пока на текущий момент. Если вам нужен и что касается конструктора документов, документ, который вы можете заполнить сейчас, это также только формализованные документы, но если у вас есть потребность добавить какой-то формализованный документ, мы можем для вас это сделать по вашему запросу достаточно в короткие сроки. Сколько времени документы хранятся на площадке Edo и чем регламентируются сроки хранения? Мы на самом деле не ограничиваем срок хранения документов, то есть мы архив храним постоянно, а сроки рекламентируются законодательством, то есть мы как минимум его не нарушаем и сроки минимальны в соответствии с законодательством Российской Федерации, но, как я уже и сказал, мы архив храним, можно так сказать, бесконечно, мощности нам технически позволяют, поэтому ваши документы всегда будут находиться в операторе, но также мы не ограничиваем возможность получить вам эти документы в свое какое-то внутреннее хранилище, вы можете выгрузить эти документы в любой момент, когда только это захотите, даже после истечения, например, тарифа на использование системы, либо после окончания срока действия вашей электронной подписи, вы всегда можете войти в онлайн-клиент системы и скачать все ваши документы, разместить их в своем внутреннем хранилище. Использование электронного документа Word, он, естественно, платное, у нас предусмотрен ряд тарифов, с которыми можно ознакомиться на сайте, либо мы в случае большого, в случае необходимости отправки большого количества документов можно рассматривать индивидуальный тариф. также хотел бы еще отметить, что использование системы возможно для возможно без пользователей системы могут в нее входить, также не имея электронной подписи, если необходимо документы загружать, выгружать, ознакомливаться с ними, согласовывать, проставлять какие-то метки, назначать дополнительные этапы согласования, есть возможность это осуществлять без наличия электронной подписи, то есть пользователь может просто зарегистрироваться по логинам и паролю и использовать для таких целей ее непосредственно. Если вдруг возникает необходимость этому сотруднику подписывать документы, входящие либо исходящие, есть возможность ее всегда подключить в любой момент, когда только это понадобится. Есть ли спецтарифы для МСП? Да, у нас есть специальные тарифы, они в принципе не ограничены МСП, они предусмотрены для всех пользователей нашей электронной торговой площадки. Соответственно, если вы являетесь заказчиком либо поставщиком на площадке, для вас тарифы автоматически доступны. С ними можно ознакомиться на сайте площадки pgpb.ru в разделе «Электронные документы обороты». Чем ваша площадка отличается от контура, преимущества и есть ли ровня с другими площадками и до. Если говорить в общем, то в целом функции оператора электронного документа оборота, они все идентичны, они все стандартизированы, так скажем, и затачиваются под приказ ФНС, который регулирует передачу универсальных передаточных документов и счетов фактур. Что касается именно преимущества системы, тут на самом деле все индивидуально, все зависит от интерфейса, в целом функционал одинаков. Далее уже кто к чему привык. Есть ли ровнинг с другими операторами и до. Да, конечно, ровнинг предусмотрен. Мы являемся, во-первых, оператором 1с-хаба и решением 1с-идо, соответственно, у нас есть ровнинг со всеми операторами, входящими в это решение. Тенсор, Кову Гастрал и также есть возможность организовывать роуминг с любым оператором по формату точка-точка. И есть отдельный оператор от Кову Гастрал, с которыми у нас из коробки реализован автоматический роуминг, то есть начиная пользоваться системой, вы можете сразу начинать обмениваться, в том числе и с документами с пользователями систем Кову Гастрал. Ну и хотел бы перейти непосредственно уже к такой небольшой практической части и рассказать о том, какие кейсы у нас сейчас реализованы по работе в системе электронного документа оборота. На текущий момент помимо стандартного взаимодействия по бухгалтерским документам реализован кейс по заключению договоров группой компании Газпром, точнее некоторыми компаниями группа Газпром со своими поставщиками. То есть по результатам с контрдиадок, да, можно настроить роуминг с контрдиадок по как раз варианту точка-точка, когда индивидуально настраивается роуминг по каждому абоненту по технологии РУСЕО, которые применяют все операторы электронного документа оборота. Вот. В продолжении заключения договоров по результатам проведения процедуры наши заказчики заключают договора с своими поставщиками в электронном виде. Это позволяет им, во-первых, значительно сократить сроки на заключение договоров, так как они регламентированы в части наших заказчиков 223-м федеральным законом. Вот. И, собственно, весь документооборот договорной он осуществляется непосредственно через электронный документооборот. Как это все происходит? Проводится процедура. После объявления победителя поставщик подготавливает форму договора и направляет ее в адрес заказчика. Заказчик у себя эту систему этот договор согласовывает в внутренней системе электронного документа оборота и подписывает в рамках системы Edoid ПГПБ. И с момента подписания заказчиком договор является заключенным. Его можно, как я уже сказал, выгрузить с подписями, сохранить в своем архиве, если это необходимо, загрузить печатные формы с отметкой о подписании в любую свою внутреннюю информационную любую учетную систему. Далее уже возможны вариации в зависимости от того, как налажен процесс документооборота в вашей организации. А в целом вот сейчас в рамках процесса выделены несколько этапов работы с договором. Это составление договора, оно происходит вне системы Edoid, это либо просто Word-овский документ, либо это какая-то внутренняя система электронного документооборота. Это, в принципе, не имеет значения. Согласование этого документа, загрузка в электронный документооборот, далее его подписание там же и отправка контрагента. Со стороны получателя, ну, естественно, он этот документ получает, выгружает систему своего внутреннего электронного документооборота, согласовывает и далее уже либо подписывает, либо отказывает в принятии этого документа с указанием причины. Ну, естественно, если вы отказываете, то ваш контрагент видит ваш комментарий, почему вы отказали, и может оперативно среагировать и заново направит новую версию договора с уже учтенными вашими комментариями. вариаций работы в системе в плане этапов, они могут быть абсолютно любыми, как я уже говорил, вы можете и согласовывать документы в рамках этой системы. Мы сейчас отправляем именно в формате PDF договора, вот Сергей спрашивает, договор с приложениями составляется в Word. Мы сейчас работаем, как я уже говорил, с документами формата PDF, это сейчас реализовано исключительно для удобства, чтобы были все необходимые штампы, отметки о том, что документ подписан, чтобы можно было именно печатную версию документа куда-то подгрузить, и на нем была какая-либо отметка о том, что он подписан. Сама система, она принимает абсолютно любые документы, и если нет потребности в некой печатной форме с подобием живой печати организации, можно отправлять в абсолютно любом формате, в том числе и в Word, или в Excel, и в приложении, в зависимости от того, что это такое. То есть, но, опять же, рекомендуем для удобства своего же и для того, чтобы иметь некое подтверждение распечатанное о том, что документ все-таки подписан электронной подписью, а отправлять документы в формате PDF. Вот в целом по процессу заключения договоров все и готов ответить на ваши дополнительные вопросы, если они есть. вопросы, все-таки Спасибо. 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 Да, коллеги, большое спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно и интересно. И еще раз попрошу вас по окончании нашего вебинара поучаствовать в вопросе. Всем спасибо, всего доброго. До свидания.